Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Я рад нашей новой встрече, и сегодня мы поговорим о таком популярном биопрепарате, как азотовид. О азотфиксирующих бактериях, о поддержке и стимуляции азотфиксирующих бактерий, об их очень важной роли в обеспечении растений и азотом, и обеспечении роста стимулирующими веществами, и защитой от различных патогенов. Мы говорили в разных роликах здесь на канале Процветок, не раз упоминали этих важных компонентов, ризосферы растений, ну то есть того места, где обитают корни растений. И, конечно же, биотехнологи, органические земледельцы не могут обойти своим вниманием этих важных азотфиксирующих бактерий, и на основе этих бактерий создаются различные биопрепараты. Вопрос качества, обеспечения качества биопрепаратов является очень и очень важным. Поскольку они не подлежат обязательной сертификации, какому-то подтверждению наличия там живого начала и вообще какой-то заявленной активности, недобросовестные производители спекулируют на интересе современных огородников, садоводов к биологическим средствам защиты растений, к биологическим удобрениям, к биологическим стимуляторам роста и комплексным препаратам на основе живых бактерий, грибов или на продуктах их обмена веществ. И не всегда мы можем найти обещанное там в каких-то упаковочках. Об этом мы тоже говорили. Что ж, настало время обсудить конкретно этот биопрепарат. Для оценки качества этого препарата я взял, не без помощи наших подписчиков, три партии азотовита. Азотовит для рассады, который был произведен промышленной инновацией ООО и продавец заявлен как ООО «Кактус». И это партия номер 103 от 22.02.2019. В качестве действующего вещества заявлена бактерия под названием «Биеринке». Такое сложное название у нее в честь «Биеринка» – известного микробиолога. Следующая партия тоже для рассады. Это партия от 08.02.2019 до 040. Произведено оно ООО «Изготовитель промышленной инновации». И действующим веществом активным здесь заявлены клетки бактерии азотобактер хроококум. Ну вот посмотрите, азотовит для рассады, азотовит для рассады. Здесь «Биеринке», здесь «Азотобактер хроококум». Вроде бы одно и то же, а действующее начало совсем разное. Мы, кстати, об этом говорили, об этих разночтениях. Является ли это признаком подделки, или это какая-то путаница, или это что-то намеренное, такое специально сделанное, какая-то задума самого производителя. И еще одна партия, с моей точки зрения, я ее купил, кстати, в Минске. И стоит она недешево, она стоит 3 доллара вот за такую вот бутылочку. И у нее была не типография, ну таким не специальным способом нанесена маркировка на бутылку, а была прилеплена вот такая вот бумажечка, и без каких-либо других опознавательных знаков на Комаровском рынке купила, если кого интересует. О, 25.10.2019, партия номер 438, универсальный азотовит. И здесь заявлена бактерия Беринке. Таким образом, ну и крышечка здесь другого цвета, да, здесь темно-зеленая, здесь светло-зеленая. Ну это вроде как больше гармонирует с основной упаковкой. Ну это уже такие расследования очень косвенные. Мне самое главное было высеять, получить отсюда живое начало, посмотреть в каком количестве оно здесь находится, и рассказать вам, что же я здесь нашел, и каково мое мнение относительно этих препаратов. Могу сказать, что работа по оценке качества, ну на самом деле нет особо таких каких-то стандартных протоколов. Есть внутренние протоколы, которыми пользуются производители в своих лабораториях при оценке, самостоятельном оценке качества той продукции, которую они выпускают. Ну а каких-то стандартных, ГОСТовских, там, СТБшных и так далее протоколов нет. Поэтому мы использовали элементарные микробиологические методы для выявления количества бактерий и для оценки, что же это за бактерии, с какой они активностью. Во всех случаях количество бактерий заявленное здесь, вот в этой универсальном, это был 1 миллиард на сантиметр кубический. В вот этом для рассады, которая 40-ая партия, 5 миллиард на сантиметр кубический титр. Ну и здесь для рассады, который 103, уже на упаковке написано 1 миллиард на сантиметр кубический. Ну это такие цифры, довольно большие, но в любом кефире или сметане вы найдете точно такой же титр, который является довольно стандартным для пищевых продуктов или для биопрепаратов. Могу сказать так, что еще раз, работа была проделана очень большая, она много раз повторялась, потому что любая оценка качества и обсуждение препарата на широкую аудиторию – это безусловно ответственность того, кто об этом говорит, потому что так или иначе это затрагивает интересы производителя. И максимальная объективность в отношении оценки качества должна быть соблюдена. Потому что в любом случае за этими бутылками, за этим производством стоит коллектив людей, коллектив исследователей, коллектив там руководителей, начальников, простых исполнителей и так далее. Поэтому работа была сделана не быстро, если кто помнит первое появление этих бутылочек и обещание сделать это все. Но вот она пришла. Один из посевов, которые я делал, это посев истощающим штрихом на чашечке Петри, на полноценную среду. И здесь, между прочим, сбоку я высевал препарат Бактаген, у которого год уже как просрочен срок годности, который хранился при обыкновенных комнатных условиях, при обыкновенной комнатной температуре. Ну, просто для того, чтобы посмотреть, а, как работает среда, то есть всегда какой-то контрольчик должен высеваться, и, б, для того, чтобы заодно на чашках вам продемонстрировать вот возможности различных препаратов в отношении их хранения. Но это не главное. Начну с партии номер 103. Первое, что в партии номер 103 бросается в глаза, заявлено Беринке, это то, что сам препарат содержит, ну, смесь каких-то бактерий, смесь. Здесь есть не один тип бактерий, а, по крайней мере, два типа бактерий. Для того, чтобы определить, являются ли эти бактерии азотфиксирующими, они были высеяны на среду Эшби. И оба эти, обе бактерии, которые высевались на среду Эшби, дали, ну, неплохой рост, по крайней мере, адекватный рост в отношении того, что мы называем азотфиксирующие бактерии или бактерии с азотфиксирующей способностью. При этом одна из бактерий действительно относилась к заявленному роду Беринке. Она медленно растущая, слабо растущая, дающая довольно мелкие колонии и так далее. То есть прозрачное все, что характерно для этих бактерий. Что касается основного компонента, который здесь растет, то он в полной мере представляет из себя типичную, абсолютно типичную для азота бактера картину морфологическую на чашках Петри. Это среднего размера, полупрозрачные колонии на среде Эшби, связкой консистенции, слизистой консистенцией. Они быстрее всех растут, прекрасно растут на этой среде и показывают замечательные результаты по азотфиксации. Заявленное количество бактерий в принципе совпадает. Ничего плохого я по поводу количества бактерий здесь сказать не могу. Единственное, что могу сказать так, что здесь содержится не столько Беринке, сколько азотобактер. Следующая партия, это купленная в Белоруссии. Это партия номер 438, где тоже была заявлена Беринке. Партия под номером 438 также рассеялась на несколько морфотипов. На основной морфотип и такой минорный, который можно вполне назвать примесью. Во всех случаях, на всех чашечках бактоген тоже хорошо рос. Ну то есть это означает, что эта среда вполне адекватна для роста бактерий. Ну не является чушь, даже можно посеять, ничего не выросло. Ага, плохой препарат. На самом деле среда плохая. Ну бывает такое, всегда контроль нужен. Итак, 438 партия. Хоть она и показала небольшую примесь, но примесь была настолько небольшая, что здесь точно можно было выявить основной компонент. Еще раз напомню, что была заявлена бактерия Беринке. Бактерия Беринке здесь в качестве основного компонента и была высеяна. В общем, с неплохими азотфиксирующими способностями. Второй компонент, который морфологический компонент отсюда высевался, он не был похож особо на Беринке, и он даже не был особо похож на Азотобактер. При всем том, он тоже дал здесь рост на чашки Петри, на Эшбик. То есть, тоже обладает азотфиксирующей способностью. Не исключено, что сюда могла попасть та же самая Беринке. То есть, я какой-то глубокой идентификации до вида, рода не делал. Ориентируюсь на основные морфологические показатели, хотя они не очень надежны. Но все-таки, когда мы знаем, что искать, это можно судить о том, оно это или не оно. Поэтому вполне можно сказать, что препарат хороший, годный. Хоть в нем есть и примесь, но эта примесь тоже азотфиксирующая. Заявленное количество бактерий здесь было достигнуто. И еще одна партия, она у нас остается под номером 040. Это партия, где был заявлен азотобактер хроококкум. Здесь был высеян только один морфотип. Это, пожалуй, самая чистая партия, самый чистый препарат. Чистенький, ну просто как будто какая-нибудь пищевая продукция, только даже еще лучше. То есть, просто чистейший, абсолютно чистейший. И никаких альтернатив здесь не было. Здесь был заявлен азотобактер хроококкум, но высеялась замечательная Беринке. То есть, такой же самый морфотип, как высеялся вот отсюда. Какой итог можно подвести? Первое. Эти препараты вполне подходят, по крайней мере, партии, о которых я говорю, вполне подходят для воспроизводства в домашних условиях по тем рецептам, которые есть у нас на канале Процветок. Никаких злокачественных примесей, которые могли бы составить конкуренцию азотфиксирующим бактериям, здесь нет. Хотя некоторые из партий оказались неоднородными, нечистыми, и там было значительное количество примесей, которое в то же время обладало азотфиксирующей активностью. Второе, что могу сказать. Что-то на этом производстве, какая-то путаница. Там, где заявлен азотобактер, азотобактер не высевается, высевается Беринке. Там, где заявлено Беринке, Беринке высевается в каком-то ничтожном количестве, и очень хорошо, и очень красиво высевается азотобактер. То есть, какие-то элементы, мешанки, или этикетки там путают, или продавцы что-то мутят, если не в эти бутылки упаковки фасуют само производство. Сказать я уже не могу. Это уже надо целое расследование делать по этому поводу. Но, в целом, несмотря на вот эти вот казусы, которые были выявлены в процессе оценки качества этих препаратов, можно сказать, что все они годятся и для предпоседной обработки семян, и для внесения с поливной водой в почву, и для размножения и приготовления домашнего биопрепарата. Могу даже сказать немножко больше, что один из штаммов, который высевался из партии 103, проявляет явную, хорошую, стимулирующую активность на рост азотобактера хроакоккума. То есть, наверное, потому что здесь можно видеть по штриху, ведь штрихи рядышком нанесены, и можно видеть, что один бачок штриха азотобактера хроакоккума, который здесь не заявлен, но все-таки присутствует, очень хорошо, очень сильно стимулируется его рост. То есть, подозреваю, что у второго минорного компонента здесь настолько сильная азотфиксирующая способность, что он выделяет этот азот еще в среду и подстимулирует рост сидящих рядом штаммов микроорганизмов. Ну, то есть, вообще высочайшее качество препарата. Хотя, что здесь намешано, судя по этикетке, намешано что-то другое. Как бы там ни было, меня эта информация самого радует. И я надеюсь, что вы не откажете себе в удовольствии, несмотря на довольно большую цену этих препаратов, использовать их в своем приусадебном хозяйстве как источник здорового, естественного азота для ваших растений, как роста стимулятор и как бактерии, которые помогают справляться с целым комплексом различных почвенных корневых заболеваний. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова